Ну что ж, друзья, мы с вами вплотную подобрались к теме самой ипотеки, так что давайте будем продолжать отвечать на эти вопросы. Итак, уже вопросы с нового канала. Поздравляю с покупкой. Сколько в итоге обошелся дом, какой срок ипотеки? Стартовая цена на этот дом была 350 тысяч евро. Она была, вот, получается, в начале ноября. Мы ставили сверху еще 10% от стоимости дома. И в итоге купили дом за сумму меньше 400 тысяч евро. То есть на 10% больше его изначальной цены, но меньше 400 тысяч евро. И повторюсь, что всю эту сумму удалось кредитовать, потому что банк оценил, что этот дом, он претендует на ту сумму, которую мы заявляем и которую мы в итоге заплатили. То есть это тоже возможно. Но повторюсь, если бы мы ставили, например, за этот дом 420 тысяч, а не меньше 400, как в итоге получилось, то, скорее всего, нам банк бы одобрил, предположим, только 390 тысяч, а вот эти 30 тысяч евро пришлось бы платить самим. Именно поэтому агент нам подсказал, сколько точно надо поставить, чтобы поместиться ниже вот этих там 400 тысяч, и чтобы банк точно дал полностью ипотеку на всю сумму. Следующий вопрос, насколько рассчитана ипотека, какая оплата в месяц? Здесь без проблем, могу сказать открыто, что ипотека у нас на 30 лет, процент 1,3, и на 10 лет процент этот фиксированный, то есть что бы ни происходило в экономике, повышение ставки, понижение ставки ВИБР, наша ставка от этого не меняется никак. В месяц мы платим сейчас 1300 евро за ипотеку. Алексей комментирует, Марина, какой доход вообще нужен на 7, чтобы взять дом в ипотеку, или считает на того, кто берет кредит, большая ли разница с Польшей? Ну, Алексей, опять же, здесь я не могу дать вам детальный анализ по рынку недвижимости Польши, я этим не занималась, не интересовалась. Здесь не только когда вы берете ипотеку, а когда вы даже начинаете искать дом в аренду, все агентства смотрят ваш доход. И здесь нельзя взять сумму больше, чем 30% вашего дохода. И здесь уже смотрят, либо это доход супругов, в нашем случае это наш общий доход, учитываются плюс выплаты, если вы получаете какие-то на детей, может быть еще какие-то есть выплаты, какие-то еще доходы, и берется на пару, на налоговых партнеров, то есть мы налоговые партнеры, и все наши финансовые моменты взаимосвязаны. То есть мы оба ответственны за ипотеку, ипотека лежит на нас обоих, но как бы сейчас главный платежщик Дима, потому что у меня еще пока нет постоянной здесь работы, когда у меня будет постоянная работа, видим, это будет как-то на двоих распределяться, мы с двух своих счетов будем это выплачивать, то есть у нас есть общий счет, и так это будет работать. Поэтому, да, если вы семья, и у вас есть партнер, то будет рассчитываться от того, кто больше зарабатывает, или если единственный человек работает, и если его дохода хватает, чтобы оплачивать всю семью плюс ипотеку, она должна быть не больше, чем 30% от общего дохода нет, то вот в таком случае ее и получится взять. И еще один интересный вопрос был от Надежды. Вот такой. Правда ли, что в Нидерландах считается, что ипотека уменьшает доход семьи, и налог на зарплату тогда платится меньше? Можно об этом подробнее. Надежда, спасибо за вопрос. Еще было несколько подобных вопросов. Я сейчас не готова на них ответить, потому что мы еще не занимались налоговой декларацией, но через месяц ее нужно уже оформлять и подавать. Точно могу сказать, что по налоговой декларации можно вернуть часть трат за оплату вот этих вот всех процедур, которые нужно сделать при покупке, за нотариуса, за оценку дома, за плату за кредит. Вот за вот эти суммы я точно знаю, что можно вернуть деньги. Этим мы будем заниматься весной. Когда у меня появится актуальная информация, я обязательно расскажу. Друзья, еще хочу рассказать пару моментов, которые важно учитывать при покупке недвижимости здесь, в Нидерландах. Первый заключается в том, что у нас получилось использовать льготу, которая заключается в том, что не нужно платить налог на покупку недвижимости. Эта льгота распространяется для тех, кто покупает первую недвижимость в Нидерландах до 35 лет суммой до 400 тысяч евро. Здесь вот опять же ответ, да, о стоимости дома. И у нас получилось это сделать, потому что вот Диме будет 35 этим летом, и вот как раз получилось сюда попасть, в эту программу. И поэтому у нас тоже это было такой немножко pressure, и такой побыстрее, побыстрее это все оформить, потому что уже сейчас, уже дома там, например, на май, на июнь, если сейчас уже их рассматривать, уже можно там не найти дом за два месяца. Опять же, были такие ситуации, когда мы приезжали в дом, да, это вот в ноябре было, осмотрели дома, и нам говорят, что заселяемся в мае, соответственно, все документы основные будут подписываться в мае, но для нас это уже как бы там три месяца осталось, до Диминого дня рождения, мы могли бы не попасть. А налог на покупку недвижимости составляет 2%. То есть в нашем случае мы бы заплатили в районе вот 7,5-8 тысяч евро только налога за покупку недвижимости. Также спрашивали об условиях, на которых можно получить ипотеку, сколько нужно здесь проработать, чтобы получить ипотеку. И здесь нужно проработать на обычном договоре 6 месяцев. И при этом этот первый договор может быть на год, так у Димы и случилось, первый договор был на год, он проработал 6 месяцев, и мы начали активно этим всем заниматься. И в таком случае можно получить от компании письмо о намерениях, которые компания говорит о том, что они намерены продлить с вами сотрудничество. Ну и как бы дать банку такую зыбку, гарантию того, что все будет хорошо. Но опять же, это опять же на вашей ответственности, то есть если вам дали такое письмо о гарантиях, это не стопроцентная, основа того, что вам продлят договор, могут не продлить договор, так что это зависит от вас. И для того, чтобы получить здесь ипотеку на основании собственного дела, если вы индивидуальный предприниматель, если у вас фирма-компания, то ваша компания должна здесь проработать 3 года. Поэтому тоже тут очевидный выбор, на каком основании получать кредит. Также вы спрашивали про дополнительные оплаты, связанные с домом. А это оплаты за нотариуса, за переводчика, за оценку дома, за техническую инспекцию, за работу агента и за работу финансового консультанта. У нас был финансовый консультант напрямую от банка, в котором получили кредит. И вот за все эти оплаты мы заплатили 5600 евро. То есть при этом сумма платится единоразово перед подписанием нотариального акта. Вы все эти деньги переводите нотариусу, то есть не каждому из этих товарищей платите, а переводится сразу все нотариусу, а нотариус уже распределяет эти деньги после подписания нотариального акта. Друзья, я надеюсь, что я ответила на самые важные вопросы в сегодняшнем видео. Как вы видите, я сижу в Оливиной комнате. Уже потихонечку мы обустраиваемся. Скоро сделаю для вас промежуточный ром-тур. Покажу, что у нас тут уже получилось делать. Некоторые изменения довольно значительные. Так что обязательно скоро с вами увидимся. Я вам желаю всем доброго дня. Много здоровья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok